Добро пожаловать на просмотр видео, с вами Данич, в этом видосе я вам покажу и расскажу про новый симулятор фермера под названием American Farming. Уже из названия понятно, что действия будут происходить непосредственно в Америке, если быть точным, то по словам разработчиков в Среднем Западе. Я уже открыл трейлер с компьютера, чтобы было удобнее смотреть, поставил вот качество максимальное, которое только мог. И сейчас мы в обалденном качестве, посмотрим этот трейлер. Я думаю, если вы хотите посмотреть без моих комментов трейлер, то в описании я оставил ссылку на канал, там вы можете посмотреть. В конце видео я скажу, когда выйдет этот симулятор, что вообще в нем будет, расскажу то, чего не показали в трейлере. В общем, оставайтесь до конца видоса, будет интересно и я смогу ответить на все ваши вопросы. Буду останавливать, чтобы что-то откомментить, что-то интересное. Мы на данном кадре видим какой-то ангар, то есть можно было взаимодействовать с ангарами, у нас техника не будет просто так стоять. Видим непосредственно американскую технику, это кейс. Как видим, она официальная, то есть это не какая-то ноунеймовская фирма, это все официально. То есть с администрацией кейса все, договоренность есть. Это американский грузовик, там либо International, либо Petrobil, что-то типа того. Это американский пикапчик, там Chevrolet или Ford, что-то типа того, просто не видно сейчас логотип. Ну и видим, что можно будет выходить из нашего транспорта и ходить. То есть в игре будет свободная ходьба, это очень хорошо, должен сказать. Это всегда оценят. Что ж, вот как я и говорил, грузовик этот американский. Буду отматывать вот так немного, чтобы остановиться, можно было, кадры иногда быстро переключаются. Вот, да, вот, грузовик будет неофициальным, потому что здесь никакого логотипа нет. Но мы все знаем, что это типичный американский какой-нибудь Peterbill. Также прицепы тоже все в американской стилистике, фермы, все как полагается. То есть разработчики за это шарят. Вот, это уже интереснее. Такого не было даже в 22-м фарминге. Вот такие прицепы именно для пикапов, которые в кузов устанавливаются. И можно было отвозить тюки. И не только. Этот прицеп может еще на себе трактора небольшие таскать. А вы знаете, что американские пикапы довольно мощные. Вдалеке мы видим элеваторы стоят. И какой-то шнек, чтобы туда зерно загружать. Я сначала думал кран, но нет, это просто шнек. Он загружает зерно. Поля. Кстати, обратите внимание на форму полей. Они неровные, как в реале. Дальше мы видим коровник. Ходят коровы. Можно будет взаимодействовать с тюками. Причем, посмотрите на детализацию тюков. Здесь даже сделаны эти веревки, которые обматываются этим тюким. Дальше мы видим кормораздачек. Вот этот тюк загружается туда. Например, вот это силос. Добавляется тюк сена. Это все перемешивается и дается коровам. Я играл в фарминг-симулятор. Поэтому я все эти системы очень хорошо знаю. Вот, про что я и говорил. Этот кормораздачек загружается. И потом вся еда, весь силос раздается коровам. Коровы анимированные. Никак статуэтки стоят. Они будут ходить. Вот какие-то хвостом машут даже. То есть, это просто замечательно. Можно было заезжать к ним. Так, вот тут уже началась такая истинная американская техника. Советую обратить внимание на детализацию. Посмотрите, все детали очень хорошо сделаны. Так, тут мы видим, что в игре будет присутствовать какая-то экономика. Разные настройки можем уже посмотреть. Какие-то диаграммы у нас. Ну, в этом нужно будет шарить. Как понимаю. Ну, тут понятно, все примитивно. Но нужно в этом все-таки будет первое время разбираться. Где падают цены, где растут. Поэтому в игре будет даже своя экономика. Дальше нам показана кастомизация персонажа. То есть, мы можем менять сам скин. Можем менять шапки, прически, обувь, бороду. Все такое. Также мы видим, что можно будет выбрать либо мужской, либо женский персонаж. Ну и сохранить. Также на фоне видим какую-то комнату. Может это просто декорация. Может в нее реально можно будет заходить. Мы там будем жить и все такое. Кстати, опять же, отсылочка к кейсу. Опять же, нам показывают пикап. Вот что это за марка? Как по мне, так это либо Ford, либо Chevrolet. Вроде Chevrolet. Или нет. Или вообще Toyota, Toyota Tundra какая-нибудь. Не знаю. Напишите в комментариях, что думаете. Потому что этих американских пикапов много. И они по-своему похожи между собой. Сейчас я поставил скорость воспроизведения чуть поменьше. Чтобы мы с вами не торопясь смотрели видео. То приходится очень много отматывать. Я думаю, вот так будет проще смотреть. Потому что кадры помедленнее будут. Вот тут показана очень интересная система взаимодействия. Именно расцепка в режиме свободной ходьбы. Как вы знаете, во всех фармингах на телефон, да даже в фармингах на компьютер нет такой системы. Мы могли только расцеплять, сидя в технике. Тут мы можем вот с помощью такого ключика расцепить все это дело вручную. То есть это первый фарминг, в котором есть такая система. Именно не модовая, а вшитая в игру. Это у нас процесс уборки пшеницы. Причем смотрите, обратите внимание, будет вид от первого лица. Не во всех фармингах тоже это есть. И посмотрите на анимацию уборки культуры. Она очень реалистична и приятна глазу. Ну тут ничего такого нет. Просто процесс культивации, анимация пыли какой-то даже была. Так, вид от первого лица. Вот тут уже можно заметить, что детали низкополигональные. Многих деталей вообще в салоне я не вижу. Например, зеркала заднего вида, какая-то приборка. Здесь это все отсутствует. Процесс разгрузки сейчас был показан. Ну а тут уже загрузка в элеватор. Советую обратить внимание на трактор. Видим, что у него двойные колеса. То есть технику можно будет модифицировать. Ну и тут мы получается будем выгружать все наше зерно в наш же элеватор. Ну и вот здесь все расписано по этому элеватору. Что насколько заполнено. Ну тут снова работа в поле у нас показана. Это, как понимаешь, сеют. Здесь что-то кукурузу. Да, вот кукурузу все скорее. Что-то сеет. Тоже культиватор и кейс. Видим, даже будет доступна анимация какого-то танца. Я не знаю зачем. Ну, видимо, просто по приколу. Можем будет в игре танцевать. Вот. Это уже интереснее. Смотрите. Будет город. Какой-то триггер. Это фарм реалити. Я не знаю, что это. Может банк какой-то будет. Может можно будет здесь что-то продавать. Я, честно говоря, не знаю. Ну то есть какой-то населенный пункт. Какой-то город здесь будет. Даже с которым, как видим, можно будет взаимодействовать. Очень приятно сделаны текстуры, дороги. И все очень классно, реалистично выглядит. Тоже давайте сейчас я выставлю обычную скорость воспроизведения. Включу трейлер сначала и расскажу то, чего не было показано в трейлере. По словам разработчиков в игре будет доступно 5 различных ферм. Больше 30 полей. Больше 25 моделей тракторов. Больше 30 моделей прицепов и различных орудий. Это эти же селки, культиваторы. А сама игра выйдет, по словам разработчиков, в конце. 2022 года. То есть ждать осталось совсем немного. Это что у нас получается? В декабре должна выйти эта игра. Если все нормально будет. Но я что-то более чем уверен, что так и будет. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Ну а я старался в этом видосе максимально все и про все рассказать. Встретимся в следующем видео или на стриме.